Привет, сосед! Или точнее, привет, малыш! Вот что здесь должно звучать. Ведь покупатели пятийного магазина совсем скоро первым делом будут видеть воспитанников детского сада. Игровая зона прямо напротив входа. Сетка рабица и воспитатель вышибала все, что оградит малышей в этом детском саду от такого соседства. Родители воспитанников об этом пенном магазине еще не знают. Открылся он в июле, когда дети были на каникулах. Удивятся скоро, в августе. Люди в нетрезвом состоянии и шум, конечно, это повлияет на работу детского сада. Местный депутат Александр Попов шагами измеряет расстояние от магазина до детской территории. 19 метров. Впечатление от бара депутат уже набрался. Провел личный рейд и вот улов. Вдрызг пьяные клиенты, громкая музыка, брань. Теперь принимает жалобы от жителей. Александр Попов говорит, раньше сельсовет мог сам определять расстояние от соцобъекта до точки продажи алкоголя. Но с 2018 года эта функция закреплена за районом. А в мае муниципалитет почему-то уменьшил минимум расстояния. Когда они открывались, они оформляли документы, по-моему, и апрель, май месяц. Законодательство гласило 20 метров. Они не проходили. Потом каким-то чудом глава подписывает вот это постановление изменить расстояние от заведения до учреждения неподходящего до 15 метров. И это стало учреждение подходить под пивнушку. По санитарным нормам, наверное, не положено. Самое близкое должно 50 метров, но не 15. В магазине спешат успокоить. Детский сад и бар не совпадут режимами. Когда просыпаются клиенты, дети уже готовятся ко сну. Которые немножко шумят и немножко матерятся, как вы говорите, они приходят уже после 9, когда закрыт детский сад. А в такие часы приходят нормальные люди, которые спокойно хотят отдохнуть от бытовых проблем. Чтобы убрать бар от взора и слуха детей, подчеркнул Александр Попов, местным депутатам нужно будет обратиться к районам и донести, почему население против соседства, детства и пьянства. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.